В Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева прошел городской фестиваль Арсений Вик, приуроченный к грядущему 150-летнему юбилею писателя и исследователя. Фестиваль Арсений Вик в этом году пройдет впервые, и мы ставим перед собой главную задачу, это рассказать жителям Владивостока о Владимире Арсеньеве, сделать так, чтобы каждый житель знал нашего гения, героя, места, рассказать о великом путешественнике, о исследователе, и, конечно, в преддверии его 150-летия, которое состоится в следующем году, мы сделали первый фестиваль, и в следующем году, надеемся, получить еще более широкий резонанс, чем в этом. У нас достаточно большое количество партнеров, то есть фестиваль проходит не только на площадке музея, но и в городском пространстве, в ресторанах, кафе, в детских центрах. Программа фестиваля была насыщенной. Экскурсии по новым выставкам в музее, авторские прогулки по городу, мастер-классы для детей, живые музыкальные выступления под открытым небом и многое другое. Молодые люди могли воспользоваться пушкинской картой. Просто решили культурно немножко отдохнуть сегодня. Выставка очень интересная, романовых, просто в Питере были, и поэтому было интересно посмотреть, что в наш город привезли. Впечатления очень хорошие у меня остались от экскурсии, очень интересно все рассказали. Жителям и гостям Приморской столицы были представлены разнообразные экспозиции. Зал оружия, зал археологии Приморья, легендарная гробница князя Иссыкуя, кабинет исследователя и многое другое. Отдельно была организована познавательная программа для детей. Какие чувства вы испытываете от этого праздника? Только позитивные. А ты? А я рада. В целом все очень интересно. Правда, на экскурсию еще не попали. Сейчас вот только у нас начнется экскурсия. Пришли на выставку романовых. Очень интересная их история. Владимир Арсеньев был разносторонним человеком, военным, путешественником, этнографом, археологом, ботаником и писателем. Наследие его также разнообразно. Фестиваль смог посвятить жителей и гостей Приморской столицы во все сферы жизни ученого. Екатерина Зверева, Максим Бирюков, Игорь Будник. Новости на Восьмом.